Я предлагаю не забывать, что если мы стремимся в Евросоюз, то вопрос о правах человека. Еврокомиссия рекомендовала пересмотреть законы про национальные меньшинства. Это будет ключевая фигура. Потом заявление Венгрии и так далее. Вторая фигура. Это ключевая точка. Это наша способность решить вот такие вопросы, как волынская резня и все другие претензии. То есть договориться с национальными правительствами, потому что каждая страна обладает правом ВЕТА. И даже договорившись со всей еврокомиссией и со всеми странами, мы, и не договорившись с одной страной, мы не вступим в Евросоюз. И в НАТО не вступим. Потому, что у каждой есть с ума претензий, и нам придется на эти претензии что-то отвечать. Придется идти, в том числе, на компромиссы разумные. О чем-то договариваться и переговариваться. Чем-то обмениваться с теми же Венграми. С правительством Урбана. При всей его специфичной позициях. по той простой причине, что это и означает думать командно. Если мы идём в семью, садимся за большой стол, то надо начинать думать интересами стола, а не интересами наших предвыборных технологий или узкоспецифическими интересами, узкопонимаемыми нами. Поэтому способность думать как командный игрок и согласовывать свои позиции. Трезвая политика. Второе — взросление внутри общества. И четвёртое, очень важное, — это обеспечение реализации реальных прав человека. Не войдо-гойдо, в смысле, давайте отомстимся за столетие унижения украинского языка и так далее, а приведение к реальности и реальное действие в реальной обстановке, принятие решений, которые реально соответствуют обстановке. Изменение внутренней практики. Вот это покажет нам и нашим соседям, что мы адекватны, способны мыслить. Два — способны адаптироваться и меняться. Это залог выживания. Мы знаем это по Дарвину. Выживает не сильнейший, не казацко-драйвовый, а тот, кто умеет адаптироваться к реальным. Верно оценивать обстановку и предпринимать действия соответствующей обстановке. Это главное, что требуется и на войне, и в жизни, и в шахматах, где угодно. И третье — это что? Что мы можем мыслить командно, командно, как часть Большого Запада. Потому что пока мы мыслим исключительно эгоцентрично. Мы можем назвать это украиноцентрично, но читаются они как эгоцентрично. Это можно было бы так мыслить, если бы мы не хотели влезть за стол в этот самый Запад. Но мы же хотим в ЕС и НАТО. Но так надо мыслить. Предпринимая, знаете, офицеров учат, будущих курсантов учат свои действия всегда, курсантов и будущих офицеров, учат рассчитывать так, чтобы действия моего подразделения работали на интересы подразделения или соединения, или объединения на два уровня выше моего. То есть командиры взвода с самого начала учат думать за весь батальон, чтобы действия моего взвода помогали батальону. Командиры роты за действие бригады, командиры батальона за действие корпуса и так далее, и так далее. И вот военных это учат. А политики и гражданские не хотят этому поучиться. Продолжение следует...